Это номер из золотого фону. Это Годенковский номер еще. Программки для зрителей, как прочитанная, но любимая книга. Все первое отделение фигурного концерта – это истории, сочиненные самими Каилом Годенко. Его нет уже почти четверть века, но никто до сих пор не решил поднести хоть какие-то изменения в постановке мастера. На эту верность зрители отзываются своей преданностью. У многих история любви к коллективу началась не одно десятилетие назад. Я уже в шестой или седьмой раз на концерте. Была и 20, и 30 лет назад. И студенческие годы. В прошлом году, в позапрошлом каждый год ходим. Не снова, а до сих пор ходим. Один раз посмотрел, а через год опять хочется посмотреть. Классическим постановкам добавляют все новые и новые большие концертные программы этого сибирского коллектива «Любер по всему миру». Совсем недавно артисты вернулись в гастроне по Америке. 50 дней и 30 концертов, 28 лет назад. И в каждом зале восхищены зрители. Мощные зрители, они всегда бывают, знаете, они могут и кричать, аплодировать очень громко, там, выкрикивать из зала. То есть, это чувствуется, это приятно. В Америке, кстати, очень нескромные зрители. Они встают, они кричат, они прям «аааа». Даже по-русски кричат «спасибо» с акцентом. Да, спасибо. В восхищение зрителя признаются артисты в стоят или шести дней тренировок в неделю. Минимум по пять часов в одна репетиция. Насвещенный гастрольный график часто оставляет вообще без выходных. Как сейчас, например, два юбилейных концерта на домашней сцене и почти сразу в аэропорт. Следующий концерт уже в Кремле. Закаленные таким режимом артисты и по завершении танцевальной карьеры искусство не покидают. Одна из таких теперь уже заслуженная артистка России Людмила Михненкова. Очень часто вижу это во сне. Видимо, это было начало, это было здорово. А потом есть вещи, которые человеку как бы созвучны душевно, что ли. И он ходит на такие представления подпитываться. Подпитываться и восхищаться, говорят, как соятные зрители. Божественно, просто под впечатлением таким, что слов нет, правда. Вот эти движения все плавные, как будто бы они лодочки плывут, уточки плывут по озеру. Изумительно, красиво, столько радости, вдохновения, счастья. Ну что еще надо человеку? У меня даже слезы немножко навернулись за, знаете, чувство гордости. Ну, как всегда, восхитительно. Идеальная техника, идеальное исполнение. Я вот обращаю внимание на первую, вторую и третью линию. Третья линия работает точно так же, как работает первая линия. Ответственный подход и уважение к зрителю. Следующий концерт в Красноярске запланирован на середину января. Екатерина Кашучек, Владимир Антонов. Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова